Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что после 22 лет совместного проживания ваш муж вполне мог уйти по разным причинам с точки зрения психологии. Связано это с тем, что мужчина мог как и разочароваться в вас, понять, что вы больше не его женщина, не его любимая и так далее, и начать жить своей жизнью, начать как-то действовать по своему усмотрению. Либо, напротив, мужчина чем-то увлекся, и это что-то, чем он увлекся, длится вот уже год. И еще, в принципе, если за это время увлечение ему не приелось, и он не позволял вернуться к вам, то, значит, либо очень сильное увлечение, то есть которое реализует потребности мужчины, да, которые он не мог реализовать с вами. Либо он, ну, оказался зависим от этих увлечений, которые у него сейчас, да, то есть вы не написали, ушел ли он к другой женщине или просто ушел от вас, но тем не менее. И, соответственно, вернется ли он к вам или нет, зависит от того, как вы будете себя с ним вести. То есть если вы, например, начнете с ним диалог, начнете с ним разговор, если вы относитесь к мужчине, ну, вот, серьезно, относитесь к мужчине уважительно, если вы начнете с ним ваше общение, скажем так, как с равным себе с человеком, то есть если вы займете ту форму общения с ним, которая его бы устраивала, если вы дадите ему вот эту вот форму общения, которая его бы во всем, очень может быть, что мужчина к вам вернется. Но все зависит от того, куда он ушел, куда и к кому он ушел. То есть если, допустим, он живет один сейчас, то тогда, конечно, у вас есть шанс, что он вернется к вам. Просто надо начать с ним разговаривать, нужно вспомнить все хорошее, что у вас с ним было, и показать себя именно вот с той стороны, с какой он когда-то вам восхищался. Это очень важный на самом-то деле момент, потому что без этого, без восхищения вам, без позитивного образа вас, мужчина к вам вернется вряд ли. Также обязательно нужно понять все-таки причины, по которым вы расстались, да, то есть все-таки было же, наверное, что-то очень стремилось у вас, что вы разошлись. И с этим тоже нужно определиться, это пора как-то дать понять мужчине, что вы осознаете какие-то свои ошибки, осознаете какие-то свои там негативные действия, да, которые как-то плохо на него влияли. И это может мужчину расположить к вам, потому что он не может не испытывать страдания от того, что он без вас. Все-таки за 22 года к человеку привыкаешь достаточно сильно, это нужно понимать. С другой стороны, что происходит у вас, вы говорите, или появится ли у вас новый мужчина, то есть вам, по вашему тексту, получается так, что вам просто нужно, нужно не быть одной, вам нужен мужчина. И по вашему тексту получается так, что вы хотите или чтобы муж вернулся к вам, или чтобы новый мужчина появился. Ну, тогда в таком случае необходим вопрос, необходим вопрос, вам задать вопрос нужно. Если вы, как бы, позиционируете себя так, то тогда для чего вам мужчина? Для чего вы хотите, чтобы у вас появился другой мужчина? Для чего он вам нужен? Потому что, знаете как, если вы хотите вернуться к своего бывшего мужа, это определенная работа. Если вы хотите построить новые отношения, это тоже определенная работа. Работа именно с вами, потому что это работа по осознанию себя определенным образом. Работа по определению того, что вы можете дать мужчине. Работа по определению того, какой мужчина вам нужен. И четкое планирование, то есть критерия, выработка критериев, по которым вы будете выбирать себе мужчину, точнее пытаться устроить с ним отношения. И необходимо, необходимо отдельно рассмотреть сферы деятельности, в которых вы можете найти себе мужчину, потому что знакомиться ради знакомства, например, это, надеюсь, вы понимаете, совершенно не вариант. И тогда, отвечая на вас второй вопрос, можно сказать так, что мужчина у вас появится тогда, когда вы выстроите четкую линию поведения, направленную на концентрацию своего женского образа. И когда вы определитесь тем, чего вы хотите. Как я уже сказал, вернуть бывшего мужа, это отдельная работа, потому что это не так легко будет сделать. Хотя бы, потому что вы прожили с ним много, и, соответственно, проблем у вас с ним тоже может быть много. Это нужно понимать. А если вы хотите просто, чтобы рядом с вами был мужчина, ну, какой-нибудь, да, любимый мужчина, то, соответственно, это другое действие. И, как бы, одно другое исключает. То есть, если вы хотите вернуть своего мужа, то вы не будете стремиться к тому, чтобы у вас появился другой мужчина, ведь вы хотите быть с мужем. А если вы хотите встретить другого мужчину, то вы не будете стремиться вернуть своего мужа. Почему? Да потому что муж, это в таком случае уже прошлое для вас. А прошлое лучше оставить в прошлом. Одинный вопрос, это вопрос, посвященный тому, почему вы обратились к нам только сейчас. То есть, вы написали о том, что год прошел с тех пор, как вы расстались. Получается, год вы живете без своего мужа. И если бы вы справедливо предположите, да, что если бы вы хотели, чтобы он вернулся, а вот рассчитать лучше иногда по горячим следам, скажем так, это не всегда работает, но тем не менее, по горячим следам лучше возвращаться. Если вы хотите делать именно это, то, соответственно, непонятно, почему вы не обратились раньше с таким вопросом. Если же вас это заволновало только сейчас, то, соответственно, давайте постараемся понять, а почему вас это заволновало именно только сейчас. Почему только сейчас вас стало это успокоить? А раньше, раньше, о чем вы думали, чего вы хотели и так далее. То есть нужно определиться с вашими целями, определиться, чего вы хотите все-таки больше. И вот исходя из этого, из того, что вы хотите больше, чего вы хотите больше, исходя из этого, нужно уже выстраивать линию вашего поведения. Потому что разные цели требуют разных моделей, собственно, поведения и разных действий, разных поведенческих элементов и так далее. И вот это тоже вам нужно определить для начала. То есть, смотрите, в вашем вопросе, по сути дела, содержится изначально некий противоречивый момент. Вы как бы спрашиваете нас о том, я имею ввиду, спрашиваете психологов, раз вопрос помещен в раздел «Психологию». Вы спрашиваете у психологов о том, будете ли вы одна, как долго вы будете одна, потому что вы не хотите быть одной. И средство от одиночества для вас – это, по сути дела, мужчина. Но если вы не можете быть одной, или если у вас одиночество тяготит по какой-то причине, вот, такое бывает, да, если у вас тяготит одиночество, то, соответственно, получается, что вы не можете находиться наедине с собой. И вам мужчина нужен для того, чтобы он избавил вас от этого чувства одиночества. Получается, что человека вы воспринимаете как средство для удовлетворения своих потребностей. А раз так, то вы не можете выступать полноценным, равноправным партнером в этих отношениях. И раз так, то вам будет сложно выстраивать независимые отношения. Потому что вам действительно нужно, чтобы мужчина предоставил вам определенные, ну, блага и удовлетворил ваши потребности. И тогда, чтобы выстраивать равноправные отношения с мужчинами, вам необходимо для начала подумать, для чего вам мужчина в принципе. И попытаться удовлетворить те потребности, которые вы хотите удовлетворить с помощью мужчин самостоятельно. То есть, определенная дифференциация, определенная градация ваших потребностей и отделение потребностно-ориентированных отношений от отношений, направленных на формирование более счастливой жизни у человека. То есть, вот это вот нужно понимать. Вот это нужно разграничивать. И если вы сможете это сделать, если вы сможете поставить ключевую вам мужчину и удовлетворить эти потребности самостоятельно. То есть, например, вам нужна забота, вы будете заботиться о себе сами. Если вам нужна любовь, вы будете любить себя сами. Если вам нужно, чтобы вас баловали, вы будете баловать себя сами. Если вам нужен секс, то вы будете встречать с мужчинами просто чисто для секса ради, о чем вы им скажете сразу. То есть, чтобы не быть зависимыми ни от мужа бывшего, ни от, собственно говоря, любого другого мужчины. И вот это все поможет вам выстроить те отношения, которых вы достойны, которые принесут вам счастье, которые принесут вам радость. Но отношения и те, и другие, то есть и с мужем вероятные отношения, да, и с другим мужчиной, возможно только тогда, когда вы определитесь с тем, что именно вы хотите. То есть нельзя делать так, чтобы устраивать отношения с мужем, а параллельно ищите, например, другого мужчины. Но это ни к чему хорошему не приведет. А вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!